В Улан-Удэ загорелся автомобиль. Произошло это минувшим днём на улице Сахьяновой. Во избежание возможного взрыва на время было приостановлено движение общественного транспорта. К счастью, вовремя прибывшие пожарные оперативно потушили грузовик. По прибытию пожарных горел кузов автомобиля. В ходе проверочных мероприятий установлено, что кузов отапливался самодельной печью. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. В январе месяце по республике было зарегистрировано 19 случаев возгораний транспортных средств. Ежедневно в Улан-Удэ происходят десятки аварий. Вот некоторые из них. ДТП, 20-я квартал с участниками автомобилей, Дукатти, Физил. ДТП на улице Барсоева, рядом здесь напротив типографии. Тойота Лангрузер Прада двигался в прямом направлении. И Ниссан завернула на скользкой дороге и ударил. ДТП на улице Ключевской рынок Туя. Бабушка пробегала дорогу. В этот момент ехал автомобиль ЗИЛ. Бабушка на скользком участке дороги поскользнулась, ударилась об заднее колесо. Будьте аккуратны на дорогах, не в положенном месте, на скользком участке дороги не переходите. Еще одна пожилая женщина накануне попала под колеса автомобиля на улице Терешковой. Около 6 часов вечера 26-летний водитель автомашины Тойота Креста на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину 1950 года рождения. По предварительным данным пожилой пешеход переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшая с травмами была госпитализирована в БСМП. Еще одна авария произошла накануне на улице Барсоева. В БСМП столкнулись сразу три машины. Одним из участников ДТП стал автомобиль аварийных комиссаров. История такова. У Тойоты Короллы на ходу вылетело колесо и, уходя от лобового столкновения с одним автомобилем, он совершил столкновение с другим. Из-за того, что у него колесо вылетело и все, уходя от лобового столкновения, вот мы здесь сами столкнулись. Ну, то есть причина получается виновник белой машины. Да, да, да. Ну, вот как-то так. Все. И тем более, еще скользко. Тормозной путь здесь. То есть или там столкнуться в лобовом столкновении, или пришлось сюда немножко сдать. К другим темам. В поселке Силикатный горели вагонные составы. Как утверждали очевидцы, горели вагоны. Однако пользователи сети позже внесли ясность, указав на то, что это не пожар, а лишь дым от утилизации и переработки в пункте приема металла. И в заключение в Иркутске задержан мошенник, предлагавший на Авито квартиры в аренду по якобы низкой стоимости. Представлялся собственной квартирой, перевел предоплату, что перевели на мою карту, после чего игнорировал арендодателей будущих. Никаких квартир, конечно же, не было. Мужчина только за одни сутки обманывал более ста потенциальных клиентов в разных городах, в том числе и в Улан-Удэ. Но, как выяснилось, псевдоренда – это еще не весь спектр в кавычках товаров и услуг. Также я продавал на Авито женские фены, утюжки и фотоаппарат. Теперь интернет-мошеннику грозит до пяти лет лишения свободы. Правда, для возможного смягчения наказания молодой человек активно сотрудничает со следствием. Роман Попов, Даниил Дурхисанов, Новости дня.